Мы начали о разных темах говорить. Это тема, потому что мы можем сейчас, ну, скажем, не завидеть в обществе, там, клевать, трубить. Я задумал так конкретно. Стеной на воду, к примеру, вы согласны ли они, которую поставили жители, или нет? На какую? На воду, в тихую, которая страна важна. Честно, я не отвечу вам на вопрос, потому что я еще не заглядываю. Не заглядываю. Вот если бы я посмотрел, я бы вас. Хорошо, вы согласны с тем или нет, что начисление из Тарасграда? Из-за того, что себестоимость такая. Нас заставляют в каждую капельку гречи. И поэтому сказали, что она дорого. Но при этом выливается в канализацию губами. По 4-5 дней не подъезжает никто. И никому, никто не наказывает. Потому что это все исполком, и сами себя не наказывают. Что на нас накидывают эти деньги. И в языке, и в языке. И в языке, и в языке, и в языке. Какая цена, согласны? А, не заглядывайте. Какая цена мне пользуется, я даже не знаю. Какая цена, значит, очень дорого. Я отказался от газа. Уже давно. Это частный бизнес. Ну как же, в банке выросли, в банке. У вас есть, в банке. Дорого. А вот я не говорю, частный бизнес. Малые предприятия, малые предприятия. Частный бизнес. Вы считаете, что это первое, что надо. А почему, скажем так? Вот, скажем так, о том, что сказали, что не боятся люди, это хорошо. Что перестали бояться. Второй шаг. Давайте перестанем врать самому себе и друг другу. Так давайте тогда следующий вопрос. Подождите. Вопрос. Где заложена вот эта вот собака, которая воняет? Давайте искать. Почему? 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 И мы, как ни странно, выходим все-таки на товарища Вилкула. Что именно он стал источником этих проблем. Ведь вы же не спрашиваете, почему у него достаток хороший, почему он шикарный в шоколаде, почему голоса не понятны, кто куда уходит. Вот с вами, да, это хорошо, в смысле это классно. Но фактически, даже пусть в Вилку, кто бы там не пишет. Но они все в шоколаде живут. Мы с вами знаем, все в шоколаде. Вы же скажите, кто из ОПО-блока живет не в шоколаде? Кто в ОПО-блоке живет не в шоколаде? Кто такой ОПО-блок? ОПО-блок, вы не знаете, что такое ОПО-блок? Вы сокращенно... Давайте я скажу, не ОПО-блок, давайте скажу региональный, региональный, блин, давайте так скажу. Вы поняли, кто такой ОПО-блок? Вы даже не знаете, кто такой ОПО-блок? Если я буду тоже сокращенно всегда разговаривать, вы не знаете эти сокращенные цифры? Так вы мне скажите, кто в ОПО-блоке, вы поняли, да, живет не в шоколаде. А кто живет в шоколаде? Скажите, не в шоколаде. Батькивщина, там все в шоколаде. Ну, наша батькивщина уже, так думаю, столкнулась с Майданами и положила Майдан. А вот Петро Порошенко сказал, что все будет нормально. И когда автомайдан посетил... Подождите, вы до сих пор надеетесь на Порошенко? Он вам придет водичку, подключит, газ даст и так далее. Вы сами хотите решать эти вопросы? Я на Порошенко не надеюсь. Зачем мне надо? Вы створюете громаду. Вы хотите быть вильной людиной? Вы хотите быть? И вопросы... Вот если это называется исполком, то пусть он исполняет то, что вы обожаете, а не наоборот. Вы выполняете, что он хочет. Не пора ли об этом задуматься? Пора! И вода, вода. Наша по определению вода. Им дозволили всего лишь водичку транспортировать. Из-за этого вы деньги платите. Они ее транспортируют опять в канализацию. Вот эти все порывы, которые они платят. Но за это они не повидают. Никто. Так давайте бороться. Без тыкать носом. Иди туда сделай, иди туда. Вы поймете, с чем вы столкнулись. Или вы думаете, что мы приходим сюда, для того, чтобы кому-то кресло делать? Нет. Поверьте, те, кто сейчас придут, мы тоже будем их так же сам отыкать носом, как и товарища вот этого вот. Это область. Ну и намного надо будет отыкать. А вы много натыкать? Вы хоть раз вышли и сказали, вот так зайти, я свободный человек, я имею право. Вы хоть раз сказали, сами себе. Не на кухню так тихонько. А вот это правильно. Нет. Без проблем, если надо, когда он собирал, все контурные вопросы всегда люди поднимаются. А я за последние две недели подходил с конкретными вопросами по беспределу, по безхозяйственности. Ни один вопрос не решен был. Любыми путями уходится от темы. Любыми путями. Я подходил к малярии, подождите, вот к Вилкулу, к его замам, мне бесполезно подходить. Знаете почему? Вот мне маляринка сказал, к Богу легче попасть. Понимаете? Ну, каким образом, я так понимаю, он сам знает. А вот с маляринкой пытался, ну, в комиксе, понимаете, он, да, согласен, да, бардак, разберемся. Проходит две недели, никто не разбирается. Приходишь, опять напоминаешь. Я же вам сказал, как не сделали? А мне доложили. А мне ему оказывается половина, он знает, что половина вопросов ему оказывается не докладывает. И он возмущен, что его подчиненные не докладывает. Так, подождите, давайте мы вам будем докладывать. Я вам каждый день буду приходить вагонами информацию приносить. Начиная с маршрутки. Как там хамят? Как они обслуживают? Понимаете? Почему такая цена? Хорошо, подойдите. Если это интересует человека, чтобы разрешить вопрос, он бы слышал меня. Но ничего это не интересует. Как-то не странно, выходит вывод один. Люди на этом зарабатывают. А если бы они нам открыли, вот смотрите, есть конкретный вопрос. Если есть конкретная проблема, ее можно решить. Во всяком случае. Но они же не открывают перед сами. В конкретности. Сюда не зайдешь, туда не пройдешь. Во-первых, у нас как-то, да, принято, куда бы ты ни зашел, везде грубил. А так как-то принято. Есть некоторые... Подожди, давайте ломать, хамство ломать. Со старта. Вот со старта сейчас вот заходим, вот сейчас прямо сюда, и первый же охранник выскакивает и начинает вам хамить. Хотя вы имеете право сюда зайти. Он выполняет должностные инструкции. Подождите, а кто он такой вообще? У него хоть корочка есть? Вот товарищ милиционер, да, он на службу. А вот он кто? Это такая же самая муниципальная, это такая же самая, это Кишенькова армия. Это армия глюкла, понимаете? Внутренняя. Почему здесь милиция не дежурит? Почему милиция не зарабатывает эти деньги? Ну вопрос, это по-моему сказано, что Кишенькова армия убирает. Где? Почему вот эта Кишенькова армия работает? Мало того, что у него еще столько полномочий, что у милиционеров нет столько полномочий, у этого охранники нет. Понимаете? Копни любую, возьмите детский садик, возьмите школу, возьмите то предприятие, то мероприятие, в другом бардак, в другом и бардак не природный, а хорошо организованный бардак, понимаете? Хорошо организованный. И вот это что происходит сейчас, столкновение 50 на 50, это критическая точка, чтобы вы знали, в это время начинаются войны, когда 50 на 50. так вот в этот момент, я пытаюсь понять, какую позицию вы отстаиваете? Вы считаете, что Майдан, который пришел, это просто, это просто люди, которые решили сменить прокладку на кресле? Да? Да нет, я поняла. Ну я не знаю, пока нет. Тогда приходите, неужели кто приходит, от Судового? Двери всем открыты. Постой! Порошенко уже сменились. Ага. Ага. Вы знаете, я с вами могу согласен быть 50 на 50, по поводу Порошенко. Он мне много что не нравится, но есть кое-какие ключевые моменты, где никто мне столько прав не давал, сколько он. Я могу сейчас смело снимать в судах, если судья начинает рассказывать, что я не имею права, я ему доказываю, что я имею право, и он соглашается. Понимаете, это дал право мне Порошенко, я этому благодарен, что я могу как репортер снимать, и вы можете зайти на мобилку снимать, для того, чтобы накатывать себе уровень знаний, как решаются в судах вопросы. Получайте опыт от этого и так далее. Нормально? Нормально. Я думаю, что на то есть время. И у меня есть, а вот это надо путь. Что вы делаете? Что вы делаете? Вопросы? Никто не попросил? Пока еще нет. Он с боком хорошего сейчас сделал Порошенко. Вот Порошенко. Ну так разговор-то ведь не о Порошенко. Разговор сейчас товарищи... Избил Порошенко.